Долгосрочный бизнес Любой бизнес лучше начать с того, с чем ты соображаешь. Вот, сам. То есть там в продаже, в меде, в выращивании, в ЛПХ, да, или еще в чем-то. Не однодневная акция, а постоянное дело. Бизнес-тренер приводил в пример долгоиграющий соцпроект «Магазин Мистер Спасибо». От коммерции перешли к вопросам здравоохранения. Дело в том, что между ассоциацией ТОС и Российским Красным Крестом заключен договор о сотрудничестве. Уже как два года жители ТОСов учатся в местном филиале общероссийской организации. После окончания курсов они имеют право и возможность профессионально ухаживать за тяжело больными людьми. Мы начинали, да, мы понимали, что нам нужна лицензия на медицинскую деятельность, допустим, нашей организации, для того, чтобы дальше работать в этом направлении. Мы за счет гранта получили эту лицензию. Потому что вещь достаточно дорогостоящая. Вторую лицензию будет тоже получать за счет гранта. К чему так интенсивно готовят жителей ТОСов? Владимир Сидоров рассказал, зачем нужны подобные тренинги и разборы бизнес-стратегий. Что мы хотим сейчас, чтобы ТОСы сами пытались что-то сделать тоже для себя. Поэтому сегодня был опор России. Мы пытались научить, благодаря предпринимателям, как они могут, допустим, ТОСы благоустраиваться. Лекции от экспертов не должны пройти даром. После форума представителям самоуправления будет легче разбираться в правовых и финансовых вопросах. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.